С наступлением тепла активизировались работы по реконструкции Карачаевской трассы. Зимой строители вели отсыпку земляного полотна, спрямляя самые крутые виражи, которые не раз становились причиной аварий. Сейчас идет строительство мостов и устройство водопропускных труб. А затем начнется замена дорожной одежды. Это потребует порядка 100 тысяч тонн асфальтобетона. В нынешнем сезоне должны обновить 34 километра проблемные автодороги. Продолжение темы в сюжете. Построенная в середине 80-х эта трасса уже дважды меняла дорожную одежду. Но столь масштабная реконструкция здесь проводится впервые. Согласно контракту, в этом сезоне подрядчик должен реконструировать 34 километра пути, заменив на нем все искусственные сооружения. Демонтировано 4 больших моста, а на их месте завершается возведение новых. 10 малых мостов, согласно проекту, меняют на водопропускные трубы большого диаметра от полутора до трех метров. Но устройство такой трубы требуется примерно неделя. Но сама подготовка к этому процессу больше в разы. Прежде всего, требуется соорудить временные объезды. В подчинении мастера Динара Абдрашитова шесть тропальщиков и столько же дорожных рабочих. Их задача уложить плитку на участок, отсыпанный для объезда. Когда во временной дороге больше не будет надобности, ее разберут и перенесут дальше по ходу стройки. А землю рекультивируют. У нас уже готово основание. Я увожу уже, растерилаю дарнит и кладу плиту. Моя задача построить объездную, организовать работу правильную, организовать процесс, чтобы не стояла техника, не стояли люди. Динар, недавний выпускник автодорожного вуза на строительстве северных трасс, стажировался со второго курса. Хорошо изучил местный климат. Говорит, в этом сезоне им даже природа помогает. Летом я постоянно работал. Здесь Машкара, я помню, всегда была. И да, в июне я приезжал, еще был снег. А здесь, по сути, весь снег уже растаял. И, ну, очень теплая погода. Комфортно пока работать? Да, комфортный ветер. Параллельно с заменой мостовых сооружений подрядчик ведет работу по спрямлению самых аварийных участков. За это лето их станет значительно меньше. В основном в районе Фарафонтьевской станции. Там скорректировали не только дорогу, но даже сместили мост. Впереди укладка дорожного полотна. Работы основного периода по устройству дорожной одежды планируем начать в конце мая. На тот момент сосредоточим на объекте порядка 250 человек. В пиковые периоды июль и август окончания работ по асфальтированию на объекте планируется задействовать до 350 человек. Для того, чтобы сменить дорожную одежду на 34 километрах пути, понадобится порядка 100 тысяч тонн асфальтобетона. С начала асфальтных работ движения на трассе будут регулировать светофоры, которые установят на отдельных участках. Планируется 5 таких участков. Да, какие-то неудобства будут для проезда, но по-другому никак не выполнены эти работы. Ориентировочно планируем каждый участок будет индивидуально оформляться, но порядка 8 минут работы светофоров, то есть периодичность работы светофоров. Работы по реконструкции Карачаевской дороги, которые начались летом 2019-го, запланированы на три года. За это время предстоит полностью обновить больше 67 километров пути. А приставки «Аварийная» и «Проблемная» применительно к трассе должны полностью уйти из употребления. Ксения Белозерова, Людмила Завгородняя, Николай Александров, служба новостей «Импульс».